Привет всем! Сегодня я вам покажу еще один домик. У него большая площадь, но функционально он небольшой. Там всего лишь три спальни, дополнительных никаких помещений нет, но для небольшой семьи он вполне очень даже отличный дом. Там, значит, три спальни, общая гостиная-кухонная зона, два санузла и гараж на два автомобиля. Вот мы заходим, сейчас вы увидите большую длинную стену, декорированную справа. За этой стеной находится гараж, а мы зайдем влево, и здесь располагаются две спальни, или детские, и их, значит, санузел общий. Спальни достаточно большого размера по сравнению с другими домами. Возможно, на видео это незаметно, потому что здесь очень хорошая высокая высота потолков. И когда мы видим вживую, нам кажется, комната она большая. Просто на видео вот эта высота потолков, она дает такую иллюзию, что комната небольшая. Сейчас вот вы в ванной посмотрите на шторку, обратите внимание, и вы поймете, что здесь действительно высокие потолки. Здесь встроенный шкафчик и вторая спальня, здесь два окна, она смотрится еще больше, хотя по плану, по-моему, они вот как бы одинаковые. Здесь мы обсуждаем вот эти вот жалюзи. Смотрите, здесь даже три окна. Мы обсуждаем эти жалюзи, потому что обычно вот это дорогие жалюзи, их не ставят в базовый пакет при застройке. То есть, если вы хотите такие жалюзи, то их нужно заказывать за дополнительную плату или устанавливать самим. Ну, в общем-то, при входе в дом слева у нас находятся две вот такие вот спальни с общим санузлом. Сейчас мы пройдем дальше. За этой стеной находится гараж, и вот мы пришли в кухонную зону. Кухня очень большая, очень высоко расположены шкафчики. Ну, вот, с моим ростом. Ну, в общем, здесь нужны стремянки, чтобы добраться до верхних шкафов. Вот такая вот целая пентри, большая целая комната с отдельным холодильником для хранения. Вот, там прямо мы видим breakfast nook, то есть для завтраков семейных. Слева я намеренно не показываю, потому что там люди сидят. И сейчас мы повернем направо. Это будет хозяйская, родительская спальня. Высокие двери, высокие проемы. Здесь уже кровать стоит king размер. Ну, она на самом деле очень большая. И если мы вот так вот посмотрим, вы увидите размеры. Значит, чем отличается хозяйская спальня от остальных? Она обычно большего размера. Она обычно расположена в глубине дома. И у нее есть свой личный санузел и гардеробная. Вот здесь почему-то нет зеркал, но мне кажется, просто их еще не установили. Зеркала, душевая кабина, туалет в этой части находится. А дальше уже мы увидим гардеробную. Гардеробная тоже очень большая и очень классно оборудованная. За такую гардеробную нужно доплачивать. Я имею в виду именно материалы, из которых там все оборудовано. И вот там вот сидят люди. Я их не буду показывать. Сейчас мы подойдем к breakfast-нуку. То есть тому месту, где хозяева будут завтракать. Вот с таким видом там порч, балкончик как бы. И вот здесь вот с таким видом они могут завтракать. И вы уже поняли, какая планировка. Вот гостиная справа сейчас находится. Ну и там мы видим уже выход из этого дома. Вот такой вот дом. Достаточно простая планировка. Нет дополнительных никаких комнат. Но площадь у него достаточно большая. Цена такого дома варьируется в настоящий момент. Значит, в зависимости от места расположения. Но конкретно вот этот дом, который мы смотрели, он стоит около 700 тысяч. Все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Несмотря на то, что гостиную я вам показать не смогла. Всем спасибо. До свидания. Пока.